Всем привет, меня зовут Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у нас с вами просто уютное, классное и комфортное видео про пустые баночки, поэтому обязательно заваривайте чаек, кофеек или спокойно занимайтесь своими делами, пока я вам вещаю про те продукты, которые у меня закончились за последнее время. Как правило, большая часть продуктов это, конечно же, уходовая косметика, ну и может быть совсем чуть-чуть декоративки, что-то как-то в этот раз у меня с ней совсем-совсем все плохо, но зато очень много ухода накопилось, как обычно, особенно будет много продуктов для тела, для волос, мне кажется, это очень интересная такая тема. Ну и как обычно, я начинаю с шампуней, кондиционеров, срез для волос, для тела, для душа, вот какие-то такие истории. Давайте, наверное, пройдемся по шампуням, потому что у меня что-то как-то в этот раз их несколько закончилось, больших, так, получается, вот самая большая банка, бадия, так, я ее сейчас, наверное, вот так поставлю, чтобы не забыть. Да, в общем, у меня получается три шампуня закончилось, на самом деле они уже в прошлых банках все приближались к окончанию, но я их как-то все так единовременно добила, и получилось, что в этом выпуске пустых баночек у нас с вами много шампуней. Начну я, наверное, с бренда Global Keratin, у меня есть вот такой вот шампунь закончился, и к нему еще есть большой кондиционер, здесь литр продукта, просто огромный объем, я не знаю, за сколько я добила эту банку, мне кажется, наверное, год, может быть, чуть больше, она у меня уходила, потому что я параллельно очень многими шампунями пользуюсь. Могу сказать, что вот в этой линейке мне, в принципе, нравятся и шампуни кондиционера, они такие достаточно мягкие для окрашенных, высветленных, да, как у меня много раз уже говорила, что у меня осветленный блонд, осветленные волосы, и я часто ищу, чтобы шампуни были такие щадящие, подходящие для окрашенных волос, при этом давали классное увлажнение, питание и так далее. И вот в этой линейке у меня получается Moisturizing линейка, и еще у них, по-моему, есть Balancing. Мне кажется, это для более таких волос склонных к жирности не совсем моя история, поэтому я пользовалась вот этой линейкой. Изначально у меня были маленькие баночки, по-моему, то ли по 200, то ли по 300 мл, сейчас уже не помню, очень классные, мне понравились, поэтому я решила себе большую банку купить. Хороший базовый шампунь и кондиционер, не присушивают волосы, деликатно вымывают, не знаю, хорошо ухаживают, такой там базовый кондиционер, который можно нанести побольше, в принципе, получается такой эффект очень-очень легкой маски. И, в принципе, мне кажется, хорошая линейка. Я от Global Keratin еще, получается, пробовала, точнее у меня сейчас есть на моей полке, спрей такой для расчесывания волос, тоже мне, в принципе, нравится. И маленькое масло. Вот масло я, наверное, последние полгода или год чуть-чуть им совсем пользуюсь, его я не совсем поняла, но вот эта линейка, увлажняющая шампунь, кондиционер и спрей мне, в принципе, нравится, могу рекомендовать. Следующий шампунь, который тоже мне понравился, это была моя первая баночка, по-моему, Вальмона, Йолк Мэйо шампунь. Очень такая у него прикольная, супер жидкая текстура, он приятно пахнет, даже не знаю, вот как описать, чем-то таким кисленьким и вкусненьким, какой-то кисленькой конфеткой, что ли. Он очень жидкий, но он, в принципе, неплохо пенится, и при этом он не дает эффекта таких пересушенных волос, поскольку вы моете их шампунем, да, то есть они такие, как будто бы чуть-чуть уже увлажненные, очень щадящий шампунь. Мне на самом деле понравился, у меня даже была мысль купить полноразмерку, но у меня сейчас есть две полноразмерки в ходу. Это, получается, Ладор шампунь, я все пытаюсь закончить, и я еще покупала Тиджи себе красный шампунь, поэтому пока что, наверное, у меня, в принципе, есть шампунь, я не планирую сейчас покупать какие-то новые, но в целом они мне нравятся, это тоже прикольно, и могла бы повторить покупку, в принципе, для сухих окрашенных волос, мне кажется, он очень даже неплохой. И такой вот интересный шампунь, мне кажется, я очень много раз раньше покупала, в самом начале, когда только осветлила волосы, точнее, я сначала была окрашена в розовый оттенок, потом я уже плавно перетекла, скажем так, в блондинку, и в начале пути окрашивания очень часто пользовалась этим шампунем. Это Label Pro Edit, Bounce Fit, я просто обожаю маску из этой линейки, Bounce Fit Plus, просто я ей пользуюсь постоянно, и даже сейчас у меня есть тоже литровая версия. Шампунь нравится мне гораздо меньше, чем маска, но он, на самом деле, тоже неплохой, он очень-очень лайтово тоже промывает волосы, не пересушивает их. Мне кажется, что он тоже такой достаточно универсальный, и больше подойдет, наверное, тем, у кого более такие суховатые волосы, все-таки для жирной кожи головы, не могу его на 100% советовать, просто у меня такой проблемы нет. Я не знаю, насколько он хорошо справляется с очень жирной кожей головы, но у меня, скорее, наоборот, проблема такая, что, чтобы после мытья головы не было ощущения, что волосы слишком сухие на концах, вот, поэтому мне важно, чтобы шампунь, он все-таки давал промывание, но не слишком агрессивно. И все вот эти версии, которые я вам сейчас показывала, мне кажется, они как раз к такой категории и относятся. Так, что тут еще для волос, еще для тела будет пара средств. Для волос у меня буквально вот только что я закончила такой вот маленький шампунь Батиста, оригинальную версию, она у меня здесь стояла рядом с камерой, я немножечко прохожусь по корням перед тем, как снимаю, чтобы так волосы чуть более как-то, да, объемно стояли, чтобы была такая легкая, как будто бы укладка для видео. Мне обычно, на самом деле, очень лень что-то делать на волосах, а, как правило, я максимум их выпрямляю, вот, поэтому люблю эффект сухого шампуня, потом голова дольше держится чистой. Я его обычно применяю либо на второй день, либо даже на первый день, и так мне более комфортно проживать второй день, скажем так, то есть голова не так быстро жирнится. Хотя я мою голову примерно через день, то есть каждые два дня, и, в принципе, мне этого достаточно, мне этого хватает, мыть чаще я не вижу необходимости. Иногда я это делаю, если у меня как-то так график мытья головы не совпал с моими планами, скажем так, то есть я могу повторно помыть голову, вот, но в целом мне хватает того, чтобы мыть через день. Вот, и такие штучки, они очень облегчают жизнь, дают вам эффект укладки второго дня, то есть можно, да, там спокойно завить волосы, как-то их уложить красиво, и корни при этом будут выглядеть достаточно чистыми. Здесь у меня обычная версия, оригинальная, мне нравится еще версия фреш, и в ванной у меня сейчас стоит вот такая вот огромная банка, мне кажется, это какая-то XXL-версия какая-то прям огромная, там даже сверху написано, типа там 20% в подарок или что-то такое, в общем, я ее заказывала, по-моему, на Озоне, мне кажется, и она у меня уже очень давно, и вот только-только там приближается к окончанию. Я не каждый цикл мытья головы использую сухой шампунь, ну, может быть, там через раз, наверное, вот так вот, то есть не каждый раз, или просто пока сижу тут перед светом, что-то рассказываю на камеру, все равно немножко жарко становится, и голова может чуть-чуть зажирниться. Ну и, в общем-то, сам по себе шампунь я определенно рекомендую, мои вот эти две любимые версии. Думаю, что нужно, наверное, попробовать какой-нибудь еще вариант, потому что я пользуюсь им уже, наверное, на протяжении последних нескольких лет, поэтому если вы знаете какие-то классные варианты сухих шампуней, то обязательно пишите ниже в комментариях. Наверное, из тех, что я пробовала еще, я пробовала Тиджи, такой желтенький, но вот он мне показался жестковатым на мои и так сухие волосы, поэтому у меня, наверное, будет одно такое небольшое требование, чтобы сухой шампунь не подсушивал волосы достаточно сильно. И даже не то, что не подсушивал, знаете, он их делал такими жесткими, и из-за этого они смотрелись как-то странно, по крайней мере, на моих таких, с одной стороны, тонких, мягких волосах, при этом немножко убитых окрашиванием, это может смотреться странно. Поэтому мне важно, чтобы сухой шампунь, он был такой по текстуре очень щадящий, и чтобы там было минимальное количество талька, да, каких-то вот подсушивающих ингредиентов. Следующая категория продуктов, это, наверное, тогда продукты для тела, ну, знаете, мне кажется, это уже даже не смешно, каждый раз, каждые пустые банки, биорепе, ну, как бы тут уже вообще без изменений, честно говоря, я пытаюсь иногда какие-то другие пасты покупать, но как только ими пользуюсь, очень начинаю скучать по биорепе, и ни одна паста мне не дает такого удовольствия от чистки зубов, поэтому, возможно, я когда-нибудь что-то себе другое начну покупать, но мне почему-то кажется, что не в этой жизни, просто самая любимая паста, такая вот версия Total Protective, еще начинаю, мне нравится, и с эффектом защиты, самой классной версии. Следующая тоже небольшая категория, это даже, знаете, не то, что уход за телом, это, ну, просто Зелинский и Розен, здесь у меня три баночки закончились, это у меня получается гель для душа, мыло для рук и диффузор. Кстати говоря, ароматы здесь примерно одинаковые, в общем, это боль, потому что это самые мои любимые ароматы, которые у меня закончились, это то, что мне дарили друзья и родные на свадьбу в июне, и сейчас я уже поставила новые баночки, но там ароматы не самые прям мои любимые, то есть я, в принципе, все ароматы у Зелинских люблю, но вот эти прям мои самые-самые фавориты, здесь идут, получается, два типа ароматов, мыло для рук идет с кожей, сандалом и амброй, это просто, я умираю от этого запаха, у меня изначально было обычное квадратное кусковое мыло с этим ароматом, короче, он пахнет вот больше всего кожей, наверное, первый момент, и потом чуть-чуть с сандалом и амброй, и другие два бутылька с похожим ароматом, но здесь идет кедр, сандал, амбра и пачули, это один и тот же аромат, одна и та же одушка, идет гель для душа, просто обалденный, очень вкусно пахнет, такой, знаете, он похож немножко на мужской парфюм, вот очень-очень классный, просто обожаю этот аромат, я, наверное, ну, если буду себе покупать что-то еще, когда у меня закончится у Зелинских, то я, наверное, скорее всего, с этим ароматом буду покупать, и диффузор, вот просто диффузор и гель для душа, вот это то, что я и по ароматам обожаю, и по эффекту, и вот пахнуть, да, вот этим запахом мне очень нравится, или когда заходишь в ванну, то, что там пахнет сандалом, кедром, таким вот чем-то лесным, древесным, таким амбровым, я такое очень люблю, поэтому, наверное, это, ну, вот эти две коллекции, они мои самые любимые, либо кедр сандалом вопачули, либо кожа сандалом и амброй. Далее, давайте, наверное, покажу категорию демакияжа, здесь у меня три продукта, такие тоже, знаете, можно сказать, столпы моего ухода, один продукт, это новинка, Бобби Браун, у меня первый раз был продукт, а другие два продукта, мне кажется, ну, во-первых, все знают, а во-вторых, я уже по-любому показывала на канале в пустых баночках, если вы не первый раз на моем канале, здесь получается мицеллярная вода, биодерма, просто самая-самая классная, именно сейчас я мицелляркой пользуюсь не очень часто, иногда, знаете, когда, например, умылся, и, может быть, как-то там чуть-чуть в ресницах не досмыл тушь или карандаш, или тебе там плохо как-то потерлось и плохо досмылось, я могу чуть-чуть пройтись мицелляркой, полностью мицелляркой, я сейчас макияж не смываю, я больше люблю все-таки гидрофильные масла и бальзамы, но мицеллярка тоже очень классная вещь, просто я не люблю лишний раз тереть кожу ватным диском, я не знаю, я вот как-то себя приучила, наверное, за последние пару лет минимизировать этот процесс, и как-то мне реально стало кайфово, то есть я просто, у меня меньше необходимость и потребность покупать ватные диски, но иногда что-то где-то не досмывалось, или, например, катастрофически просто лень дважды умываться сначала бальзамом, да, потом пенкой, и, в принципе, иногда я могла забить, и допользоваться мицелляркой, поэтому, в принципе, рекомендую, просто сейчас, наверное, я больше люблю гидрофильные продукты, и вот такая вот штучка, которая у меня стояла здесь съемочная, когда, например, у меня были какие-то конфузы с макияжем, мне хотелось перекраситься, или просто смыть какой-то дневной макияж, и для того, чтобы видео снять, какой-нибудь там, знаете, базовый консилер, SPF, тушь, вот что-нибудь такое простое, здесь у меня в студии стояла такая штучка, это Nivea, двухфазное средство, очень много раз вам показывала, мне оно нравится, потому что оно мега доступное, бюджетное, продается во всяких там подружках, улыбках, радуги и так далее, то есть можно всегда легко купить, и, опять же, пользуюсь вот по надобности, если именно вечерний дневной макияж, то все-таки я предпочитаю гидрофильные продукты, но если вам нравится такой формат, то очень советую. Ну и моя просто любовь, это вот первая банка от Bobby Brown гидрофильного масла, которую я закончила, и оно мне очень-очень понравилось, я бы с удовольствием купила его еще раз, сейчас вот думаю, что заказать, может быть, конечно, еще раз его куплю, потому что оно реально очень классное, но мне всегда вот почему-то, в отличие от зубной пасты, хочется пробовать новые какие-то гидрофильные масла, здесь же могу просто на 100% советовать, да, оно небюджетное, просто мега небюджетное, я бы сказала, но оно, мне кажется, стоит просто каждого рубля, во-первых, у него расход такой, ну, средний, в принципе, но им можно даже меньшим количеством стереть макияж, и, в принципе, мне его хватило, мне кажется, надолго, я сейчас, наверное, не вспомню, сколько конкретно, потому что я еще чередовала вместе с гидрофильным бальзамом от Dr. F5, но, мне кажется, на несколько месяцев мне его, по-моему, точно хватило, ну, может быть, на 3, наверное, месяца, вот так вот, на 4, очень комфортное гидрофильное масло, очень круто смывает тушь, SPF, тональные продукты, какие-то яркие тени, какие-то подложки, я постоянно делаю яркие макияжи, как вы видите на канале, и для меня хорошее средство для макияжа, это прямо очень нужная вещь, поэтому в этом плане могу рекомендовать это гидрофильное масло, оно круто справляется со всеми задачами, не подсушивает кожу, кожа остается какой-то напитанной, очень приятной, и, в принципе, мне кажется, оно вообще нереально какое-то комфортное и люксовое. Следующие продукты для очищения, получается, после демакияжа, это пенки, здесь у меня один продукт закончился, это пенка от бренда Pro Dermosil, пенка мусс для умывания для чувствительной кожи, на самом деле я просто не заметила, как у меня эта пенка закончилась, не то чтобы она закончилась быстро, на самом деле хватило достаточно надолго, мне кажется, на месяца тоже 3-4, наверное, с учетом того, что я еще параллельно пользовалась разными пенками, она закончилась комфортно в том плане, что я вообще не заметила никаких некомфортных ощущений, то есть, когда она у меня начала заканчиваться, у меня такая мысль была, типа, блин, обидно, такая классная пенка, реально, она очень-очень комфортная, у нее легкая такая степень очищения, самое то для сухой чувствительной кожи, как у меня, мне эту пенку присылали на обзор, и она у меня, вот, по-моему, единственный продукт, который из этих закончился самый первый, она очень бюджетная, мне кажется, качественная за свои деньги, по-моему, стоит порядка 300 рублей, поэтому могу с удовольствием рекомендовать, мне кажется, похоже чем-то на пенку от Le Roche-Posay, которая тоже такая мицеллярная пенка, ну, вот у нее похожая упаковка, тоже с помпой, вы выдавливаете сразу уже такую готовую пену, и, соответственно, кожа за счет этого меньше подсушивается, ну, и действительно, она мне очень подошла, особенно вот сейчас, когда был такой переходный период к более холодной осени и холодной зиме, кожа очень комфортно с ней ощущалась, не было вообще никакого стягивания, уход последующий очень классно ложился, она подходит как в утреннее, так и в вечернее время, то есть она достаточно мягкая, чтобы утром совсем чуть-чуть очистить, и у нее хватает сил, чтобы после демакияжа, да, после гидрофильного масла смыть вот эти все остатки масел, каких-то загрязнений и так далее, и, в принципе, мне кажется, что в этой пенке очень так классно соблюден баланс жесткости и мягкости, то есть она такая очень средненькая, при этом классно подходит для тех, у кого кожа чувствительная, вспыхивает, да, вот как у меня такие все проблемы, суховатый рельеф и так далее, ощущается она очень-очень комфортно. Далее из очищения, наверное, я бы сюда отнесла пилинг-диски в эту категорию, это пилинг-диски от бренда Etude House с витамином С, я эти пилинг-диски покупала в основном для работы визажистом, по-моему, я сама ими несколько раз воспользовалась, здесь вот съемочный тоже перед видео, когда нужно, например, как-то более равномерно нести тон, сделать какое-то более плотное покрытие, какие-то шелушения убрать и так далее. Здесь очень-очень мягкие такие отшелушивающие компоненты, классно подготавливает кожу к макияжу, к нанесению ухода, и в клиентской работе я ими пользовалась, покупала, по-моему, в подружке, если мне память не изменяет, классный пилинг-диски, здесь, по-моему, хороший был, очень хорошая стоимость была за 60 дисков. По-моему, я сравнивал в магазине аналоги, то есть по количеству дисков и цене, и эти получались одни из самых выгодных, поэтому если вы такой формат ухода любите, да, может быть, в вечернее время, например, после умывания, после какого-то плотного макияжа или наоборот, чтобы подготовить лицо к плотному макияжу, мне эти диски очень понравились, они мне действительно помогали в работе, более качественно нанести там сыворотку, уход, какой-то крем, чтобы потом впоследствии наносить тональные продукты, правда, очень классно работает, поэтому мне понравилось, не знаю, какие следующие будут пилинг-диски покупать в работу, посоветуйте, может быть, вы какие-то клевые пробовали, вообще сейчас в Корее очень много подобных есть продуктов, аналогов, поэтому буду рада почитать, но вот эти, мне кажется, очень комфортные, хорошо работают, и цена у них такая, ну, достаточно привлекательная. Из тоников у меня закончились два тоника, один мой личный, другой тоже стоял здесь в съемочной, и иногда я его переливала для работы, давайте, наверное, с него как раз начну, это бренд The Sam, по-моему, правильно читается, меня уже раз сто примерно поправляли, в общем, это тоник с алоэ, такой очень жиденький, это не тот тип тоников, как Purita или Dr. F5, где идет такая плотная водичка, нет, это просто базовый жидкий тоник, который все-таки лучше носить на ватный диск, он успокаивает кожу, он такой за счет алоэ чуть-чуть как будто бы прохладный, снимает красноту, его тоже под макияж, мне, в принципе, очень нравилось им пользоваться, у меня еще недозаконченная эмульсия стоит, из этой же линейки, я тоже пользуюсь обычно под макияж, когда здесь снимаю видео, такой очень базовый, знаете, простой уход, который подходит и, в принципе, вечернее время, но мне такие штуки нравятся больше носить именно под макияж, потому что, с одной стороны, они дают хорошее увлажнение, и, с другой стороны, они не слишком такие жирные и плотные, и не конфликтуют с косметикой, да, не конфликтуют с тональным кремом, ничего поверх не сворачивается, и кожа, она достаточно увлажненно выглядит и ощущается, поэтому все последующие тона наносятся очень-очень классно на этот уход. Следующий тоник мне безумно просто понравился, я, на самом деле, влюбилась в этот продукт, это Zoskin Health от Zayna Badge, тоник называется Calming Toner, PH Balancer, этот тоник, по-моему, идет с какой-то очень-очень лайтовой гликолевой кислотой, то есть он слегка такой отшелушивающий, но он очень комфортно отшелушивающий, при том, что у меня очень чувствительная кожа, и она склонна к покраснениям, к таким, знаете, вспыхиваниям, даже когда я здесь сижу, снимаю, могу настолько распереживаться, что у меня кожа просто за 2 секунды успевает стать красной, и потом успокоится опять. С этим тоником было все максимально комфортно, конечно же, я не пользовалась им каждый-каждый день, то есть это такой подход, а-ля, ну, где-то 2, максимум 3 раза в неделю, и в основном я концентрировалась на центральной зоне лица, особенно летом, когда кожа больше жирнилась, он очень-очень классно отшелушивает кожу, просто вот эта вот зона вокруг пор, да, вокруг крыльев носа, она становится такой, знаете, стеклянной, просто идеальной по текстуре, ни одной потом шелушинки нет, особенно когда наносишь тональные средства, так как я на постоянной основе пользуюсь SPF, и, в принципе, летом, конечно же, тоже это делаю, я старалась, знаете, как-то, ну, наносить, естественно, его не каждый-каждый день, может быть, через день или там чуть реже, в зависимости от того, как, какая погода, да, если очень жарко, можно было и почаще, но обязательно наносить SPF, это прям супер-супер важно, особенно если у вас чувствительная кожа, так как здесь гликолевая кислота, и если у вас чувствительная кожа, то это очень важный момент, поэтому не забывайте, но при всем при этом этот тоник реально дает очень какое-то лайтовое отшелушивание, кожа смотрится нереально круто, ощущается очень круто, все последующие уход, весь там, да, крем и так далее, круто очень впитывается, я особенно налегла на этот тонер, мне кажется, в период такой адской жары в Питере, он мне очень спасал от какой-то излишней, да, жирности кожи в области Т-зоны, мне кажется, очень круто отшелушивает, и не застаивается вот этот верхний слой кожи, продукт не бюджетный на самом деле, но все равно он мне очень-очень понравился, у меня еще от этого бренда сейчас есть умывалка, по-моему, как же она называется, я вот каждый раз забываю, надо будет добавить картинку, умывалка тоже очень классная, но она у меня намного меньше заканчивается, потому что я старалась их вместе не использовать, все-таки либо как-то чередовать, да, там, либо утром, либо вечером, потому что если использовать и умывалку, там, с гликолевой кислотой, там еще, по-моему, какие-то были такие маленькие гранулы, которые отшелушивают, и вот этот тоник все-таки получается too much, особенно если одновременно использовать, вот, но через день где-то так их чередовать, в принципе, очень классный эффект, и кожа получается супер такая наполированная, при том, что у меня реально очень чувствительная кожа, и если ее чуть-чуть переотшелушить, она может раскраснеться, и потом просто два дня я буду вспыхивать нереально, у меня будет, знаете, чуть-чуть так чесаться лицо, оно будет такое слегка красноватое, это значит, что я переотшелушила кожу, и, видимо, как-то ее сильно пораздражало, вот с этими средствами у меня вообще такого эффекта не было, было максимально комфортно, при том, что это гликолевая кислота летом, но под SPF, но все равно был очень классный эффект. Из масок у меня здесь очень мало закончилось продуктов, мне кажется, большую часть масок я показывала в прошлых пустых баночках, и в этом сезоне я решила добить вот эту вот упаковку маски в тюбике, у меня за этот период закончилась только вот такая вот маска алоэ от It's Skin, я уже несколько раз покупала эти маски в подружке, они там стоят достаточно бюджетно, плюс у них часто акция 3 по цене 2, по-моему, то есть если вы 2 покупаете, точнее 3 покупаете, платите за 2, у них там несколько есть разных эффектов, вот мне больше всего нравится алоэ, алоэ, также очень нравится, по-моему, с кокосом или с маслом ши, вот что-то такое, и, в общем, я оставлю, наверное, либо из прошлого видео, либо какие-то картинки, версии вот этой маски, которые мне особенно нравятся, они не все прикольные, но вот именно те, которые направлены на увлажнение и на питание, мне понравились, с учетом того, что они достаточно доступные, продаются, да, в подружке, можно всегда где-то у себя на районе купить, если очень нужно, мне, в общем, понравились, буду еще, наверное, по-любому покупать, потому что много всяких разных масок пробовала, вроде они все плюс-минус одинаковые, просто здесь хорошие, мне понравились эффекты, хорошие составы, хорошая, кстати, лекала, не сползает с лица, то есть оно мне более-менее подходит, у меня часто такое, что либо сползает, либо слишком большое, мне приходится везде загибать кусочки, потому что у меня лицо, оно вот так вот длинное, а вот так вот узкое, получается, что у меня маска, обычно она слишком длинная, и у меня часто вот здесь вот всякие загибы, с этой маской мне более-менее комфортно, и эффекты мне тоже у нее очень-очень нравятся, ну и в связи с тем, что я пользовалась больше вот этой маской, у меня тканевых улетело прям супермало, я, по-моему, еще вчера делала одну из той линейки, ну почему-то я ее забыла в пустые баночки положить, по-моему, я делала с оливкой, или какую-то вот другую питательную линейку, сейчас не помню, но большую часть времени я все-таки старалась добить вот эту вот маску от бренда Изен Три, Real Rose Calming Mask, это маска, которая увлажняет, также снимает красноту и обновляет кожу. Вообще бренд Изен Три мне на самом деле очень нравится, у меня сейчас в ходу есть от них сыворотка с бифидо-бактерией, по-моему, я постоянно забываю, короче, как она называется, что-то там бифидо-ампула, очень классная сыворотка, которая уплотняет кожу, и по эффекту похожа на Estee Lauder Advanced Night Repair. В общем, что могу сказать про эту маску? В принципе, она дает неплохой эффект, она действительно чуть-чуть успокаивает кожу, кожа становится чуть менее красная, она неплохо увлажняет, но, честно говоря, буду ли я повторять покупку? Наверное, скорее нет, потому что чего-то такого прям сверхъестественного именно в моменте она мне как-то не дала, то есть примерно плюс-минус такой же эффект дают все тканевые маски, но если для вас, например, важнее использовать тюбик и лишний раз не пользоваться листовыми масками в силу каких-то экологических причин, для кого-то это важно, то, в принципе, вот эта маска дает примерно такой же эффект. Для меня этот формат чуть менее удобный, потому что маску вы просто сняли с лица, впечатали эссенцию как-то и там помассировали лицо и все такое. С этой же маской, получается, нужно брать специальную такую салфеточку у меня есть из хлопка, по-моему, я ее заказывала на Beautylish от Good Molecules, которой прикольно именно стирать маску, чтобы это не делать слишком сильно руками или, возможно, бумажными полотенцами, то есть такой вот штукой намного проще смывать. Но для меня это все равно получается какое-то излишнее трение по коже, а моя кожа просто безумно не любит любого плана трения, даже если я вот так вот чуть-чуть потешусь, у меня, скорее всего, будет адское покраснение на пару часов после этого, поэтому я со своей кожей максимально деликатно обращаюсь, но это не значит, что маска на мне не сработала. Да, она дает прикольный эффект, но мне вот с одной стороны хочется найти маску, которая именно в тюбике, потому что это как будто бы более выгодное предложение, то есть вы не покупаете вот так вот каждый раз листовые маски, а вы просто много-много раз пользуетесь тюбиком. Но с другой стороны, практически всегда, когда ты маску в конце смываешь, она не преобразуется во что-то, что легче смывается. Вот я не знаю, как это объяснить. То есть вот эта маска, когда вы ее наносите, когда вы смываете, она примерно одной текстуры, то есть она не впитывается в лицо, она не преобразуется в какую-то более легкую пенку. То есть она просто за счет того, что вот она такой текстуры, она дает какой-то уровень увлажнения, и потом вы ее смываете, и она такая достаточно густая получается, и все равно приходится с лица ее так прям активно стирать. И мне вот именно вот этот момент не очень нравится, поэтому сколько я не пробовала маски именно в таком кремовом формате, который мы наносят, не было ни разу такого, чтобы процесс смывания этой маски был вот идеально комфортным, и чтобы мне вообще ничего нигде не щипало, и чтобы я лишний раз натерла кожу. То есть практически всегда, даже самым вот этим мягким, вот этой мягкой рукавичкой, даже не знаю, как назвать эту штуку, все равно всегда какой-то вот для моей суперчувствительной кожи есть дискомфорт. Поэтому, не знаю, если вы напишите какие-то свои суперлюбимые маски для увлажнения, они же в комментариях будут очень круто. Только не ночные маски, вот не слипинг-паки, я их не очень на самом деле люблю, я ими пользуюсь, но как-то вот не совсем, наверное, мой формат, не очень мне такое нравится, потому что я потом приклеиваюсь к подушке, у меня это все остается просто на подушке, потому что вот так вот спать на спине я вообще абсолютно не умею, я сплю хрен знает как, как на всех боках, там лицом в подушку и так далее. Поэтому, не знаю, ну, в принципе, как бы она нормальная, но, я не знаю, у меня какой-то, видимо, какая-то нелюбовь с такими масками, и пока что я, по-моему, я вот сейчас так не могу вспомнить какую-нибудь маску в тюбике, которая мне настолько понравилась, чтобы я ее потом несколько раз покупала. Честно говоря, что-то я такого не припоминаю, если у вас есть какие-то просто фавориты масок, то, в общем, жду вас ниже в комментариях. Раскритиковала маску просто вот ни за что, ни про что. Так, ну и последняя парочка продуктов, это у меня бренд Dr. F5, у меня закончились два вот таких вот продукта, во-первых, это сыворотка и также крем-блю-щербет. На самом деле, я просто с таким удовольствием закончила эти продукты. Во-первых, сыворотка у меня очень быстро улетела, она мне действительно понравилась. Она тоже дает такой эффект напитанности кожи, какого-то уплотнения, заживления каких-то очень мелких, таких прям сухих морщинок на каком-то очень мелком уровне. Не ждите, что она вам разгладит морщины, но действительно она как-то кожу очень классно уплотняет и визуально как-то разглаживает, что ли, напитывает ее, и в целом кожа лучше после нее держит влагу. Вот это вот моя самая классическая, стандартная проблема слегка такой обезвоженной кожи. Все равно кожа стремится, да, если вы ее чем-то не запечатываете, все равно она как-то отдает уход немножко в воздух. С этой сывороткой такого происходит намного меньше, она, в принципе, классно, очень увлажняет. И питает кожу. Единственный ее минус – это такой очень маленький объемчик, прям суперскромный. Здесь, по-моему, 15 мл. То есть это где-то в два раза меньше, чем обычно бывает в сыворотках. Ну, порядка, допустим, 30 мл. Все-таки это объем такой очень маленький, скромненький, но по эффекту она мне реально понравилась. Очень такая приятная, легко распределяется, в меру липкая, не слишком липкая. Пользовалась я ей скорее все-таки на вечернее время, потому что утром, ну, мне кажется, наверное, не совсем тот эффект он дает. В утреннее время все-таки вечером как-то ты больше ощущаешь, когда ночью ты продукт этот поносил на себе, и утром как раз есть вот это ощущение напитанной кожи. Ну, и второй прикольный продукт от Dr. F5. Я снимала обзор про этот бренд у себя на канале, и мне кажется, я уже, знаете, 10 раз просто передумала и не согласилась сама с собой, потому что я как-то с другой стороны открыла для себя вот этот крем. Мне изначально показалось, что он как-то недостаточно питает кожу, то есть он все-таки больше нацелен на чисто увлажнение. Он гелевой текстуры, и называется он как раз Hydra Cream. Он очень прикольно, знаете, дает реально кожу на пиццу. Вот я не знаю, как это еще по-другому объяснить. Я его как раз старалась совмещать с более питательными, наоборот, да, сыворотками, то есть как раз вот с Изен-3 или с чем-то таким. И поверх, когда наносишь этот крем, причем его нужно на самом деле совсем чуть-чуть, я вот это тоже потом уже поняла для себя, что чем тоньше ты его наносишь, тем как-то лучше он работает, что ли. Вот не знаю, обычно с кремом всегда так, что чем больше нанес, тем лучше. Здесь же получается такая маленькая пленочка, какая-то очень приятная, комфортная, такого легкого поверхностного увлажнения, и кожа суперкомфортна с этим кремом. Все с ним очень классно. Наверное, два нюанса я скажу. То, что все-таки на осенний-зимний период, на вечернее время его может чуть-чуть не хватать, потому что все-таки в нем нет вот какой-то супер такой маслянистой, да, составляющей питательного крема. Этот крем чисто увлажняющий, поэтому он классно подходит моему типу кожи, например, сухому на летний период и начало осени. И мне кажется, что он может классно подойти комбинированный, склонный к жирности кожи, в принципе, круглый год. Ну, может быть, не считая какой-то суперглубокой зимы, когда мега холодно, когда очень сильно топит батарея, тогда, конечно, всем нам нужны керамиды, какие-то питательные компоненты. Здесь этого нет. Но именно свою задачу увлажнения, вот именно увлажнение, напитывание кожи, он выполняет просто на 100%. А если вы к нему еще добавите их же тонер с гиалуроновой кислотой, то это будет просто отрыв жопы. Мне прям реально очень понравилось это сочетание. Нереально как-то приятно увлажняет. И на летний-осенний период вот прям суперкруто. Я сейчас пользуюсь этим тонером. У меня где-то половина осталась. И я уже думаю о том, чтобы купить на замену либо его же, либо, возможно, вернуться к пьюрита тонеру, потому что я очень соскучилась по вот этой вот гелевой плотной текстуре тонеров, которую ты можешь наслаивать там один, два, три раза. И именно получать вот этот вот очень крутой эффект такого глубокого увлажнения. И кожа гораздо меньше отдает влагу. Она такая более напитанная, более увлажненная, лучше наносится макияж. Поэтому в этом году для меня бренд Dr. F5 действительно открылся с очень приятной стороны. Это был первый раз, когда я пробовала этот бренд. Мне его тоже присылали на обзор. И действительно он очень классный. Он вот такой очень базовый, рабочий. И если подобрать себе какие-то компоненты, какие-то продукты, которые вам все-таки нужны для ваших задач, то я думаю, что он вам очень понравится. Ну и просто супер мало, прям чуточку декоративки у меня закончилось. То есть это даже, знаете, не то, что пустые баночки, скорее расхламление, ну по крайней мере вот эти вот продукты. То, что из пустых баночек, и то, что мне очень понравилось, и я прям супер грущу. И уже думаю о том, чтобы заказать полноразмерку, либо может я потом поеду, когда в поездку в Европу себе купить, посмотрим, как получится, либо закажу онлайн. Но вот этот спрей от Шилота Тилбери, Airbrush Flawless Setting Spray, это просто супер штука, обожаю этот спрей. У меня сейчас есть Mac Fix Plus, вообще его постоянно перепокупаю, и вас как-то спрашиваю в Телеграме, какие у вас любимые фиксаторы на глицериновой основе, и мне вот этот спрей очень-очень нравится. Боже, какой же он классный. Я его еще в работу даже на некоторое время наносила, и мне кажется, у меня просто у клиентов кожа получалась на порядок более классной, чем без него. Я его наносила и до макияжа, то есть в качестве последнего этапа подготовки, наверное, после крема, или, например, между сывороткой и кремом, и еще в конце, когда уже припудриваешь кожу, либо даже, знаете, между некоторых этапов тоже можно наносить, чтобы, например, пудра ложилась лучше, или, например, после пудры, чтобы ее так закрепить и немножко перемешать вот со всеми, да, кремовыми продуктами, которые есть под пудрой. Это особенно круто работает на тех, у кого нормальная кожа, склонная к сухости, и такая более сухая вот в ту сторону. На комбинированной все-таки старалась не перебарщивать с этим эффектом, и, как правило, например, могла чуть-чуть в конце воспользоваться, но именно на сухой коже делать вот этот такой, знаете, бургер, что со всех сторон ты немножечко добавляешь этого фикс-спрея, получается прям реально классно. Он как-то... Очень сложно объяснить, но он чуть-чуть отличается все-таки от фикс-плюса. Они похожи, за исключением как будто бы такого маленького отличия в том, что в шарлотте как будто есть чуть-чуть каких-то силиконов, вот не знаю, чего-то такого. То, что и под макияжем круто разглаживает рельеф, и то, что поверх макияжа как-то круто его усаживает, и у вас получается такой прям крутой бургер, да, крутой пирог из текстур, но все очень тоненькое, все очень пропитанное, такое напитанная кожа, не сухая, какая-то очень классная. Вот не знаю, как это объяснить. Реально, это нужно попробовать на себе. И у меня, конечно, просто с удовольствием улетел этот спрей. Я мечтаю о том, чтобы купить себе полноразмерку, но не знаю, насколько сейчас есть ли проблема с этими дозаторами. Ой-ой-ой, у меня он тут совсем закончился. Еще мне нравится здесь упаковка. Здесь нереально мелкодисперсный дозатор, и здесь очень легко она изымается, поэтому я, скорее всего, если куплю себе какой-то фиксатор, и там будет хреновый пульверизатор, я, возможно, его сюда перелью, поэтому я даже не буду упаковку выбрасывать. Очень она удобного размера, классно встает в кейс, она мне вот прям в чемодане, ровно вот так вот по высоте встает, это суперудобно, потому что MAC Fix Plus, он все-таки значительно повыше, и получается, что он у меня из кейса торчит. И последние пустые баночки, скорее на расхламление. Здесь туши, которые мне не понравились, либо они у меня закончились. Была у меня вот такая вот тушь от L'Oreal Volume Million Lashes, версия Balm Noir. Она мне не понравилась, потому что, по-моему, она у меня дико отпечатывалась. Я, кстати, снимала обзор тушей, поэтому оставлю его где-то здесь, наверху экрана, разобываясь, с какой стороны, по-моему, с вот этой. В общем, тушь дает прикольный эффект, такой достаточно натуральный, но она у меня дико отпечаталась, и осыпалась, поэтому не рекомендую. И вот такие вот еще две туши у меня были, тоже мне присылали на обзор. Это Catrice All Around Mascara. Блин, как бы сейчас вспомнить вообще, какой она давала эффект. Здесь такая вот обычная щеточка. По-моему, они у меня обе осыпались, если честно, я сейчас уже не помню. И Essence All Eyes On Me. Ну, в общем, если я их расслабляю, значит, они мне не особо понравились. Пересмотреть лучше обзор на туши. И вообще, кстати, я сейчас опять готовлю обзор на туши. У меня накопилось такое критическое количество туши, которые мне надо сейчас тоже докрасить и уже либо выкидывать, либо покупать новые. Но вот эти я не советую. Именно поэтому я от них решила расхламиться. Ну что, вот такие вот пустые баночки у меня получились на этот раз. Как обычно, если вы из этих продуктов что-либо пробовали, то обязательно пишите свои отзывы ниже в комментариях. Также, конечно же, огромнейшее спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Не забудьте оценить его лайком. Также подписаться на мой канал. И всем пока-пока!